Тля, казалось бы, безобидная маленькая зеленая насекомая. Но под этой маской беспомощности скрывается безжалостный вредитель, который способен собрать целую армию себе подобных и уничтожить все растения на своем пути. Игнорируя борьбу с тлей, вы допускаете их размножение. А ведь каждая самка тли рождает каждые две недели 150 особей. Да, сами плоды тля не повреждает, а зачем тогда ее истреблять? Тля питается зеленой массой растений, высасывая из нее все соки, приводя к скручиванию листьев и гибели бутонов и почек, что впоследствии приводит к снижению урожайности. Из-за таких нападений растения становятся слабее и уже не могут нормально перенести зиму и погибают. Также падает иммунитет растений и их с легкостью поражают вирусы и грибки. Если вы видите на листьях липкие сахарные выделения, это признаки тли. Тля выделяет излишний сок во время своих пиршеств, тем самым перекрывая кислород растениям. А сахарное отложение – отличная почва для развития грибков. Тля неизбирательна в том, где же ей поселиться и живет там, где придется. Но предпочтение все-таки есть. Чаще всего ее гнездышко можно заметить на плодовых деревьях, ягодных и декоративных кустарниках, но больше всего тля любят розы и гвоздики. Если вы заметили скрученные листья, липкие ветки, неправильную форму побегов и бутонов или же большое количество муравьев, то это явные признаки тли. И этот вопрос нужно быстрее решать. Да-да, вы не ослышались, муравьи являются признаками тли. Даже не так, муравьи явные разносчики тли. У них очень тесные взаимоотношения, и муравьи делают все для распространения своих приятелей. Поэтому если на участке много муравьев, их тоже придется травить. Бороться с тлей можно растворами и настоями. Чесночный настой. Для приготовления очистите зубчики чеснока, залейте холодной водой и настаивайте в течение трех дней. Важно настаивать в закрытой посуде, либо можно сделать таким образом. Натрите стакан чеснока, залейте холодной водой и настаивайте в течение суток. Увеличить эффективность настоя можно добавлением хозяйственного мыла. После того, как пройдет срок настаивания, необходимо перелить настой в пульверизатор и опрыскать листья обязательно с обеих сторон. Также против тли эффективна кальцинированная сода, за счет того, что она способна повреждать тонкую оболочку тли. Для приготовления раствора необходимо взять одну столовую ложку соды и растворить в литре воды. Также добавление хозяйственного или дегтярного мыла улучшит эффект, создав эффект обездвиживания. Обрабатывать смородину также можно хозяйственным мылом без добавления других компонентов. Оно сначала лишает тлю возможности двигаться, а потом убивает ее за счет входящей в состав капроновой кислоты. Для приготовления раствора необходимо взять 300 грамм измельченного мыла и растворить в 2 литрах теплой воды. После растворения мыла раствор необходимо разбавить 8 литрами воды, профильтровать и опрыскивать листья с обеих сторон. Хорошим средством является чистотел. В состав данного растения входят активные вещества, являющиеся убийственными для тли. Для приготовления настоя используют листья, цветы, корни и стебли. Нарубите растения на мелкие кусочки и залейте теплой водой, и оставьте настаиваться примерно на 3 часа. После чего можете смело опрыскивать растения. К тому же рекомендуется листья, которые имеют серьезные повреждения, скручены и покрыты сахарными выделениями, отрывать и выбрасывать. Но не бойтесь нанести вред смородине, после уничтожения поврежденных листьев вырастут новые и не заставят вас долго ждать.